Пока на месте будущей детской площадки работает техника. Уже завезены бетон и первое оборудование. Работы еще много, но к субботе ее планируют завершить. У ребят из первого микрорайона появится новое место для игры и отдыха. В марте нынешнего года проходил здесь сход граждан, на котором присутствовал глава города Алексей Николаевич Матвиченко. Жители поставили очень четко, обозначили свою острую проблему, связанную с данным полем. Здесь постоянно возникают несанкционированные свалки, растет бурьян. И мы предложили выход сделать детскую дворовую площадку. Из собственных средств, средств молодых депутатов. Я, как депутат данного избирательного округа, Максим Иванович Артеменко помогает тоже некоторыми сооружениями. И Алексей Николаевич Матвиченко помогает техникой. Допустим, по код островы, как вы здесь видите, здесь он практически по поясу, то и выше. Здесь уже только специализированная техника. У нас такой нет, и где ее нанять мы не знаем. Алексей Николаевич Матвиченко дает от города. Сегодня после обеда все должно быть выкрашено. И в субботу, я думаю, мы в торжественной обстановке откроем данную площадку для жителей этого микрорайона. Оборудованием площадка будет оснащена простым, но функциональным. Для малышей установят песочницу, для детей постарше – футбольную площадку и баскетбольное кольцо. Родители смогут отдохнуть и заодно присмотреть за своими чадами на лавочках. Я думаю, это будет хороший подарок для детей, для жителей микрорайона. Здесь можно будет поиграть и в игровые виды спорта – волейбол, футбол, баскетбол, позаниматься на турнике, на брусьях. Так что, я думаю, это будет хороший подарок, чтобы дети провели с пользой лето. Жители прилегающих улиц поддерживают инициативу молодых депутатов. Считают, что площадка пойдет микрорайону на пользу. Довольны, конечно, нам веселее будет здесь, и дети будут играться. Детям же некуда деваться, действительно, детям некуда деваться. Детям некуда, пускай строят, конечно, мы не против, конечно, пускай строят. Радует, что к строительству подключаются сами жители. Некоторые отцы добровольно приходят помочь. Я как бы здесь живу, у меня дитё маленькое, хочется, чтобы тоже куда-то ходил. То мы ходим, а что Дада и Воровского, это хорошо, рядышком будет здесь. Я рад, что будет здесь площадка, и буду здесь в футбол играть. Самая главная цель у нас, чтобы была вся травма безопасна, потому что, не дай бог, детки повредятся, еще что-то, мы этого допустить не можем. Для этого мы делаем все в бетоне, консультируясь с профессиональными старителями, как сделать так, чтобы все было прочно, надежно и безопасно для детей. Организаторы надеются, что площадка станет народной, то есть жители после окончания строительства сами будут следить за ее состоянием. Следили, чтобы не было здесь ни мародеров, никого. То есть сделать площадку – это полдела. Самое главное – ее сберечь, сохранить, чтобы она служила именно для тех, для кого мы это делаем, а именно для детей. Чтобы они здесь занимались спортом, играли в футбол, баскетбол, кушали мороженое, наслаждались летними каникулами в нормальной обстановке. Если данная площадка здесь переживется, она будет пользоваться спросом, мы со своей стороны гарантируем и дальше развивать какие-то дополнительные тренажеры создавать или какие-то еще сооружения для того, чтобы все это поле было задействовано нашими детьми. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.